Итак, позади месяц войны. И сегодня мы попробуем подвести итоги и зафиксировать важнейшие моменты войны. Азербайджанский план Блицкрика безуспешно провалился. Турецкие спецподразделения, сложив оружие, отказались воевать против бесстрашных ополченцев горного Арцаха. Это наша старая непоколебимая гвардия, которая перешла в Первую мировую, Вторую мировую, Первую Карабахскую. Вы думаете, с ними что-то произойдет? Они еще жить будут сколько. Так успокойся, это не хороб. Итак, в чем суть нашей защиты? Данные костыли, это не костыли, а специальные технологии, которые поражают врага лучом лазера. Этого больше нигде вы не увидите. По словам главнокомандующего Арайка Артуньяна, добровольцы со всего мира, бросив свои дела, пришли на защиту своей исконной родине. Перед тем, как выступить на фронт, проходят массовые учения. Как вы видите, активные бои, готовные учения происходят у нас в полигоне. И как вы видите, из всей точки Армении приехали женщины защищать свои родные земли. Вы спросите у себя, почему на нас азербайджанские формы? Это тактический подход на самом деле. Потому что, когда азербайджанские войска наступают на наш пост, они считают, что они уже здесь. То есть, нас видят, и они думают, что они уже здесь. Но на самом деле это не так. Это хитрость. Это умение воевать против врага. Это мы в их формах. Как бы так получается. На самом деле мы очень сильные и блага достаточные. Бесстрашие и отвага наших земляков поражает турецкий дух и не оставляет им даже малейшего шанса на победу. Несмотря на то, что турецкие войска добрались до Лачинского коридора, враг даже не подозревает, какая опасность его ожидает. Это наш особо опасный, известный снайпер по кличке Крот. И это его рядом единомышленник Острый Глазок. Да, Глазок. Это очень сокрушительный тандем, который невозможно чем-то устрашить. Вы понимаете, да? Вы понимаете, кто за нашу сторону. Вы понимаете, что мы хамелеоны. Мы в их одежде, мы на их земле военные против... Тем временем научный технологический прогресс армянских ученых не дремлет и разрабатывает новейшие БПЛ. Это наш первый шпион, дрон, капитан Армения. Мы изобрели этот. Великолепно. Великолепно. Разрешительный. Я уже могу испытать? Да, да, можете, можете. Внимание. Раз. Два. Видите что-то на небо? Давай, поднимай, поднимай. Поднимай, поднимай. Ара, цвен, хадец. Ара, камера. Камера, камера мы забили. Забили камера. Ну, может он сам может сказать нам? Бегет? Дролль! Вчера прошли обсуждения по новым тактическим противодействиям. Президент Арцаха и высшие чины Арцаха собрались обсудить наступательные оперативные ходы. Во время обсуждения боевой дух и силы арцахских военных и давал покой врага. Что мы делаем? Тактические уловки. Цигран. Ты заходишь справа вместе с кротом. В этот момент все азербайджанские войска в шоке бежут, кричат. В этот момент наши авиационные пилоты, ястребы, орлы поднимаются в воздух и бомбят все. Да здравствует Хаястан! Хаястан! Хаястан на тракторе! Хаястан! Хаястан! День запомнился мотивационной речью главнокомандующего, который прибыл на передовую, дабы поднять и так поднятый боевой дух наших храбрых бойцов. К сожалению, из-за массовой пандемии, которая не оставила равнодушным даже Арцах, главнокомандующий ввел онлайн речь. Несмотря на то, что идет война и боги войны на нашей стороне, молодые люди не забывают признаваться друг другу в любви и даже делать предложения. Многочисленные добровольцы и желание отстоять честь собрались в центре города, чтобы пойти на фронт. Среди толпы были женщины, которые ни в чем не отставали по физической подготовке и боевому духу от арцахских ребят. Как вы видите, эти девочки пришли из Еревана, чтобы поддержать наших раненых солдат. Абсолютно верно. Чтобы поднять, так скажем... Боевой дух. Боевой дух, да. Абсолютно верно. Моральная поддержка нашим раненым солдатам в данный момент... Это очень нужно. Очень нужно. И в принципе, договори, я сейчас приду. В принципе, это очень сильно повлияет. В принципе, это очень поддерживает наших солдат, чтобы они могли продолжать свою Отечественную Великую Битву ради своей Великой Страны. Как и следовало ожидать, армия обороны Арцаха ни в чем и ни в ком не нуждается. Бравые солдаты и единомышленники нашей нации храбро защищают территориальную целостность своей родины. Перед нашей армией ничто не способно устоять. Это доказывает боевой дух и мощь наших братьев. С вами был специальный выпуск военных новостей от Арцах ТВ. Главное не победа, а участие.